Вторая часть после перерыва. Мы сейчас увидим, как можно использовать физиотерапевтические эффекты для того, чтобы активировать явительную систему и уменьшить степени симметрии явительной системы. И для этого у нас есть специалист. Наталья Михайловна Коваленко, кандидат медицинских навыков Центра на враче-физиотерапевтического основательного лечения. И тот доклад, который вчера она делала, это фотодинамическая фокальная и сегментарная биология-терапия для регуляции функциональной асимметрии медиальной объединительной системы человека с контролем и обратной биологической связью с фрикционным тестом Самарукова на физиотерапии мы сейчас увидим наглядно. То есть мы сейчас выберем человека, у которого есть асимметрия, который сможет раздеться по пояс. Затем выберем, можно ли ему назначать то, что мы будем в грязи или глину, что можно использовать. На луже человек полежит и затем мы посмотрим, какой был эффект. до этого мы, конечно, проведем фоксионный тест. Если у нас есть специалисты, хорошо использующие свои работы тест силы, можно попробовать использовать ее и знать, что будет потом. Хорошо? Добрый день еще раз, коллеги. Кого я спешил только вчера? Мне можно без микрофона? Я это вам просто обращаю. Спасибо. Я хочу сказать о тех, кто сегодня к нам присоединился, что мы единственный центр в городе Воронеже, Маленький, в Кроме. Но у нас, кто не претендует ни на диагностику по большому счету, то есть ни на инструментальные методы исследования, мы, собственно, занимаемся восстановительным лечением. Но это восстановительное лечение и базисное, которое, в общем-то, можно, собственно, внести к противным видам лечениям. В протологии третьи так. Климатотерапия, больная терапия или гидротерапия и пилоидотерапия. Вот и все. Мы, в общем-то, выбрали два кита. Мы всегда пользуемся гидропатией, мы пользуемся больной терапией. То есть мы грамотно стараемся назначать генеральные воды для тех, кому это необходимо. Но самую главную форму мы делаем на использовании грязьной терапии, то есть на основе пилоидов. У нас используются привозные лечебные грязи. Это грязи бодера и мистаж, второгубанский участок. Это город Анапа Краснодарского храма. Грязи относятся к этих килограммам, грязи приморского типа, слабо насыщенные солевые, то есть у них содержание солей достигаем 12,25 миллиграмм в килограмм веса. А вот слабосульфидные, за счет того, что они содержат сероводород в соединении с сервисным железом, образуются сервисным железом, так называемые гидротролли. Эти грязи имеют специфический запах и имеют специфический такой и синя-черный цвет за счет вот этого основного праздничного питания. Кроме того, мы всегда пользуем наш местный минерал, достаточно распространенный в нашей Воронежской области, потому что тот спектр глин, который располагает Воронежский область, он удивительный. Это пентамидовые глины, которые используются в курортной системе Крыма. Это мундмариланидовые глины, которым пользуется западная курортная медицина. Это Польша, это Германия, это Швейцария. И кроме того, у нас большие запасы калинетовых глим, то есть наши калинетовые глимы, аналог терского камня, то есть который в течение многих лет пользуют в здравницах Северной Осетии. Для того, чтобы не были голосовыми, я с собой принесла маленький контейнер, в котором есть запасы калинетов. Мы пользуем как нативные, локальные, местные аппликации, мы пользуем обширные аппликации. У нас есть для этого вопрос, примерно, уже после грязи. Но мы активно используем, скажем, мы работаем на одноразовом материале. И достоинства нетканых материалов я могу вам представить. То есть это достаточно, видите, сетчатых, хорошо проницаемых, то есть он гигроскопичен. В принципе, эффект мы от него абсолютно наблюдаем, но после этого мы просто, конечно, снимаем с пациента салфетку. Значит, на сегодняшний день я вам приготовила несколько пакетов. То есть я сейчас могу продемонстрировать, как эти пакетчатки, как я красная. Вот таким вот образом они подогреты. То есть, если сейчас кто-то из вас согласится, видите, они выглядят таким образом. Ой, немножко иду. И таким же обранным это серые глины, потому что они действительно, когда вскрышивается кальер, из глубины порядка 20 метров, 12-20 метров, мы набираем первые глины, мы их покупаем, приобретаем и всех охраняем. Таким образом, в любых глины, больших существенных различий нет. Единственное, как это различается, пластичность, теплоемость. В принципе, механизм действия и грязелечения, и грязелечения он практически аналогичен. То есть, афферентный, афферентный. Хотелось бы отдельно сказать по противопоказаниям. Мы уже с вами вчера говорили, что спектр и механизм лечебного действия грязи, он не сравнится с ни с одним препаратом. Ну, давайте считать, противовоспалительный, бактерицидный, бактериостатический, кератолитический, репаративный, регинаторный, дефибризирующий, десенсибилизирующий, легкий садативный, обменный, то есть, стимулирует обменные процессы, усиливает кровоток. Легкий садативный, аналогизирующий, ну, хватит, да, ни один препарат не сравнится с таким спектром действия. Но вместе с тем, нет побочных эффектов, но есть противопоказания. Прежде всего, эпилепсия – это противопоказания. Но в образовании туморозы склонны к распространению генерализации, даже если это доброкачество. Потому что за счет того, что грязи содержат органику, органика – это живое существо, то есть практически живая субстанция, это от 8 до 12% в нашем случае, это биологически активные вещества, гормоны, витамины, ферменты подобные. Я хочу вам сказать, что грязи содержат от 8 до 12 аминокислот. За счет этого, в общем, это мощный биостимулирующий процесс. Поэтому беременность – противопоказания. Острые процессы или в обострении хронические противопоказания. Туберкулез, беременность, афиксия, иммунодефицитное состояние, гипертоническая болезнь. Второй, третий, а степень начинается и заканчивается. Нарушение коронарного кровообращения. Хроническая почечная недостаточность. Гепатозы. Ну, как говорится, то, что противопоказания. За все время работы я индивидуальных лекций абсолютно не надрезаю. Поэтому все эти грязи подогреты. Я вам уже сказала, что классический метод грязи лечения он предполагает температуру 38-42. Экспозиция классическая, стандартная. Для детей от 8 минут, в зависимости с учетом возраста, это обязательно должно быть до 15. Для взрослых она может быть 15-20 минут. Глины немножко, ну, то есть во времени пролонгированной. Хочу сказать вам, что их показания, их огромные спектры, то есть вот если вычислить все противопоказания, то есть дальше и болезни глаз, и болезни у стоматолога, то есть парадонтозы, парадонзиты, ну, то есть все это ходит. Болезни легкие, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой структуры, костного аппарата, ну, то есть показания достаточно обширный спектр. Грязи делают в холодном, прохладные. Мы вышли на тот диапазон, в котором так называемые интерактивные грязи, потому что этот диапазон от температуры 32 до 36 градусов. Наблюдая в течение трех лет этих пациентов, мы пришли к выводу, что данный метод именно с такими интерактивными температурами дает более высокий эффект, и он более пролонгирован. Я, когда мы снимем глины, если мне подводят, Юрий Алексеевич, я вам покажу инструментальное исследование, это заключение. У нас прошел 6 пациентов, просто дал согласие свое информирование, дал согласие на то, чтобы я заедила на нем, но, к сожалению, вот после травмы человек улетел в Турцию, и он не смог фактически присутствовать. Если подводят, то потом. Сейчас, Юрий Алексеевич, мы, может быть, выберем желающего или жертву? Жертву. 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 Хотите полежать? Попробуйте разденится. У нас для этого есть салфетки, конечно, я думаю, что все здесь достаточно тепло, прикрыть я полотенце вам взяла. На вот таком одноразовом материале мы работаем, поэтому никаких простынок, полпеток, это все абсолютно не будет. Их нужно будет. Паша, пожалуйста, подойдите. Если я попрошу, пока я буду залетать в грязи, то есть единственное, у меня классная какая-то в грязь, я делаю здесь грязь. Объясню почему. Глина, в принципе, показывает до диапазона 70 см. Глины можно использовать до 85-летнего возраста. То есть по одними, с различными регенерационными деструктивными процессами, в принципе, хорошо. Но так как я, конечно, изначальный педиатр, то есть, скажем, я больше не тратил восстановительную педиатрику, но вне системы берем взрослых с удовольствием. Слушай. А нижней, спросите, а нижней вопрос можно? Вопрос можно? Вопрос можно. Евпатория работает с детьми до 35 с 6-месячным возрастом. Это точно? Да. С 6-месячным возрастом. Вы знаете, говорится, тот опыт, который мы наработали, он не такой большой, потому что, естественно, это не комбортный, это буквально индивидуальный опыт. Но опыт, действительно, в лице есть. Дети с ДЦП, чем раньше начинаешь, начинаешь вставать. То есть встать, начинаешь вставать. Это касается только глины или грязи тоже? Давайте мы сейчас Евсеичу дадим слово, я потом как-то... Нет, нет, ответьте на вопрос. В принципе, мы детям с ДЦП стараемся практиковать грязь. На данном этапе да. Детей с гипермобильными синдромами, с синдромом слабости и герой ткани мы берем только на климат. Потому что, в общем-то, как общественное мнение, что грязь, где-то не рекомендую. Евпатория, которая давно славится, является именно курортным местом, где речь от ДЦП, это не голословно, это клинические, постановленные, клинические подтвержденные опыты. Они берут детей с 6-ти вечного уровня. Потому что, чем раньше, не в том числе, а именно грязные. Я доверен Елюксечу и его контролирую. Там же полечили в ногах. А еще, спине подъезжал нет. И нахер 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 нахер. И жать нахер. Нет, дайте молодец. Сейчас, пока. Мы вас когда разъяснили. Можно рекомендую. Мы иногда у себя пользуем рекомендую. Это не только для группы, но только сферной. Но, в принципе, мы наклеиваем его. И тогда очень хорошо на профессиональных тестах мы его сейчас наклеим во время теста. Вот так мы себе нарезаем их и потом клеим. Сейчас вернется коллега. Если пока время есть, что-то спрашиваете. Что-то, может быть, я достаточно... Могу много давать. Может, какой-то конкретный весь вопрос? Как к вам направляться? Я дам сейчас визитки. Мой мобильный телефон включен. Кроме таких ситуаций, когда женщина просто забывает его зарядить. А так идем ночью, звоните, пожалуйста. Мы находимся в самом центре. Мы переехали поближе к парусу на Дзержинского 14, где тюц, все знают, прекрасно. Довольно невозможно. Остановка рядом. Сквер рядом. У нас такая красочная, которая, в общем-то, позиционирует кульшу курортную систему. Почему курортную? Потому что мы у себя практикуем вспомогательные методы. Терапия, массаж. Осельная гимнастика. Мы сейчас организовали курс «Тактный русский». В следующий раз я вам расскажу, что это такое. В следующий раз я вам расскажу, что это такое. В следующий раз я вам расскажу, что это такое. Место. Хорошо, хороший участок. Медленный план. Медленный план. Мозаичное сопротивление. Я прошу отметить еще и степень симметрии, чтобы было понятно. Обратите внимание, что при этом положении я рисовал прямой ревер. Когда ревер становится более косой, но это для любопытствующих. В Германии просто приятно рисовать, а включать монстры, наклоняемся. Немного перенять этот способ. Мы тоже видим мозаичное такое распределение. Нам важно установить границы. Ну, то, что Алексей Горьевич, как обычно, говорит, что где-то три ненителенных сегмента вовлекаются в блокирование. То есть, они работают единое целое. Ну, не проводят, это тоже хорошо знают, да? Потому что там сегменты, как люди, они работают. Ну, это очень хорошо для работы. Вот, потом, не мисклофон. Ну, помните. Если мочить громче, то и муховато. Я просто без микрофона и в ту сторону говорит уже. Наклонимся. 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 Мы позвоним. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok естественной природы. Вот, собственно говоря, идеи, которые, ну, сейчас эта мысль звучит в реализации, там, уже продукции, которые делают некоторые компании, которые тратят деньги на то, чтобы доктора приезжали и свои ездили по этому поводу им рассказывали, а уже те компании, соответственно, делают этот продукт. Акавороны же я нашел для практического использования, что можно использовать. Вот, кроссовки Asics есть, их тяжело, там, у нас ее можно заказать, но и здесь у нас есть воронежные спортоиспорт-центры, и как они еще их дают, и спортмастер, в котором есть мерил, обувь, которую можно использовать. Значит, хочу обратить внимание на то, что у разных людей надо будет обувать разный обувь в зависимости от пронации. Я обращаю внимание, что компании и проводы производят обувь для разных типов стопы, с разной степенью или склонностью к пронации. Ну, это так работают поддерживающие мышцы, которые формируются, собственно говоря, слой. И большое внимание на то, где будет происходить сгиб. Вот здесь, как в этом элементе, да, и большая жесткость опоры будет находиться здесь. Это для стопы, склонной к избыточной пронации, большинство которой, ну, большую часть, очень большую часть населения России, тех пациентов, которых мы видим, да, мы приходим с плоскостопием, собственно говоря, с гиперпромированной стопой. У нас термин, чаще всего, оплоско-вальпусная стопа, соответствует этому термину, который используется в компаниях. Ну, на Западе, там, на сайтах можно увидеть и рекомендации выбора обуви, то есть для рекомендаций пациентов, то есть если доктор в диагнозе выписал, то склонность, да, а при выборе обуви, это для стопы с избыточной пронацией. Есть другая стопа, которая склонна, да, у нас есть термин, там, конская стопа, да, вот, но не обязательно она, конская стопа, мы видим, что есть очень высокий скилл, да, и есть признаки ее, но не совсем высокий, по-моему, конская стопа. Это стопа с недостаточной пронацией. Для, ну, такую обувь делают просто это другая, здесь, при нажатии здесь будет сгибаться очень сильно вот эта часть. И отличие в сопротивлении материала вот здесь будет значительное, да, то есть мы помним, что жесткость будет больше для стопы склонной, недостаточной пронации с этой стороны. Вот такая, вот такие условия. Проверяется просто, мы даем сюда, мы даем сюда и проверим. Ну, есть еще некоторые различия, которые есть по степени жесткости в пятке и в этом, но это достаточно сложно и просто к тому, чтобы просто, простые критерии выбора обуви, которые, можно сказать, пациенту, который придет, будет две пятки делать. Потому что и компания Вейдом делает для того и для другого типа стопа не богу, и ASICS кроссовки делают тоже. У них на сайте ASICS расположена другая немножко информация, ну, тест они просят, там, отпечаток сделать и посмотреть, там, отпечаток широкий. Вот здесь вот индивидуальный ортез расположен. Второй прошу. Продолжение следует. Продолжение следует... Нет, это французский. Ну, приклонение головы вниз. Прямо это сейчас. Приклонение головы вниз. Видно, видно, возникновение седли. Еще раз. Приклонение головы вниз. Сначала левое, и в правое. Да. О чем говорить? Что степень жесткости подошка, она здесь мягкая очень. Мы пробовали на жесткой, и симметрия была в одну сторону. Здесь, средний слой подошвы, он уже для ампатизации, для того, чтобы нога вывинулась на какое-то расстояние до того, как возникнет рефлексофон. Они сразу. То есть, эти элементы к подошве выполняют именно эти функции. И они для этого нужны. То есть, просто назначение одной этой хорошей обуви будет не значить, не достаточно. И производители, они сами говорят о том, что вы там те стельки, которые у нас есть, можете заменить на анатомические. Что в этой стельке важно? Сама степень сопротивления материала, которая для наших датчиков важна в стельках. Вот несколько видов. И мы просто посмотрим, как сейчас это можно сделать. Сейчас я, знаете, попрошу вас всех разнуться. Я выводил вам разные ортезы, разные стельки. И вы посмотрите, как вы будете стоять на обуви, на плоской обуви и на вот этих разных видов ортезов. Как вы хотите? Хорошо назывитесь. Хорошо называйтесь. Кто будет обвекал? Кто будет в классе? Девушки. Фиксированный тест просто становится без лидов питания. Давай, извините. Да, становится один, руки на третий и правоначивает все это. Да. А на трещине нет? Да. Да. Не зашли. Не зашли. Я сейчас с обновления. Я сейчас вынесу еще. Если вы не таки, то для изначительности, то, чтобы вы еще один вечер не делали. Спасибо. Да раз только это нам проводите, пожалуйста, вас не будет. У нас есть лазерные салфетки, в принципе, все будет, да, захочет. Все это снимается страшно. Видите, остается все равно на коже, да? Заказан. Схожество респирационное, так мы говорим, не совершено. Когда водительный способ ряда не депонирует, и дальше возникает, так называемый, варь, так называемый, пассивный, электростатический взаимодействие, я не буду делать это. Я думаю, что этого не нужно, потому что вы не удалите вот эти вот метки, которые сделаны. Ну вот и, пожалуй, все. Мы можем подниматься, а более в очереди, проверяем. Так, вы что-то выбрали? Мы можем лежать, не без денег, мы можем сюда. Прошу. 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 Продолжение следует... 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 Опять мы видим, что работаем действительно на уровне энтузиазма. И, может быть, все-таки удастся вам создать организацию, объединение общества мануальных терапевтов. Может быть, через какое-то время в каждой больнице будет даже не один мануальный терапевт, а два-три официально утвержденных. Может быть, ставки будут мануального терапевта. И специальность такая, не просто ее выбивают в каждом случае, выбивают сертификаты, получают, где-то обучаются в Москве, в Ленграде. Может быть, это будет специальность уже узаконенная и обучают со студентских скамьи специалистов, которые. Ну вот, дай Бог, чтобы это было. Спасибо. Спасибо. Можно выскажитесь? Да. Слышите, я лучше послушаю. Идея очень хорошая, чтобы действительно у нас было объединение не только стилями массажистов, мануальных терапевтов, но и другие доктора, которые уже интересовались нашей темой. Обращая внимание, помогали нам. И ассоциация, и что жена. Хорошо, не представьтесь. Сверхненас, на это Владимир Владимирович. Массажист. Хорошо. Я присоединяюсь ко всем предыдущим ораторам в благодарность. Игорь Алексеевич, потому что действительно проводит большую работу, потому что каждый нравится в своем соку. И не каждый может поехать и обучиться, и пройти какое-то обучение, потому что сейчас все основное платное. И не каждый может это сделать. Поэтому то, что мы здесь начали собираться, делиться опытом и проводить такие семинары, даже уже не однодневные, а уже двухдневные, а то и трех, это очень хорошее начало. Я думаю, что это надо продолжать. Кроме того, я действительно за то, чтобы от мануальной терапии мы немножечко отстранились. В том смысле, что среди пациентов представление о мануальной терапии идет со времен Касьяна. То есть это жесткая мануальная терапия. Хотя сейчас есть очень мягкие техники, которые тоже относятся к мануальной терапии, но слово мануальное настораживает. Именно мышечно-скелетная медицина, может быть, это более узкое название, но я считаю, что роль мышц в организме не каждый представляет. Мышцы не участвуют только в движениях. Есть такое понятие, как физический интеллект. То есть развитие головного мозга зависит от развития мышечной системы. Поэтому я считаю, что начинание надо поддерживать, ну и помогать всем, кто это может сделать. Благодарю за внимание. Спасибо. В связи с этим я хочу, что на конференции жду вынести на повестку, кто за то, чтобы в Барнии же существовало общество врачей мышечно-скелетной медицины. И прошу проголосовать, кто за... Можно будем... Я могу проголосовать. Да, мы все присутствующие. Ну, я могу проголосовать. Я могу проголосовать, да? Я могу проголосовать. И на повестке дня второй вопрос, который необходим, это вопрос о том, чтобы было... Я сейчас не наименование общества буду говорить, да, а по смыслу первым голосовали за общество врачей мышечно-скелетной медицины. Сейчас на повестку дня ставится вопрос о организации Барнии же общества, в котором участвовали и средние медработники. И в его наименовании было также мышечно-скелетная медицина. Прошу проголосовать. Врач, в первом. Нет, а две. Да, это две отдельные состоятельные организации по закону. Да, вы... Если вопрос возникает, в рамках общественных организаций в этой иерархии все врачи. Врачи — это одна профессиональная организация, одно объединение другой профессиональной организации. Либо она будет объединять средних врачей, или будет только для средних медработников. Это вопросы к законодательству. В рамках врачебного общества не может быть профессионального врачебного общества врача, по закону, у нас не может быть среднего медработника с тем же статусом. Почему? Потому что в уставе будет написано «должен быть диплом врача». Понятная мысль? Это профессиональная организация, профессиональное объединение, поэтому должен быть подтвержденный статус. Поэтому и необходимо не одно общество, объединяющее в рамках какого-то, а именно отдельное. Иерархия. А можно вопрос такой? Цель и задача — это общество средних медработников? Они одинаковые, должны быть с врачебными, но формально по нашему законодательству они должны быть отдельными, потому что это разные профессиональные группы. Средний медработник и врачебник. Их можно научить вот именно такому уровню лечения? Это, это, ну у вас же есть медсестра-ортопед и есть, когда хирург выполняет операции, есть средний медработник, который стоит и выполняет тоже свои обязанности. Мероприятия, которые мы сейчас обучались, средний медперсонал не хуже врачебного может выполнять. Это просто навыки двигателя не будут там. Анализировать на основе каких-то мероприятий может. Лучше, конечно, врач, потому что он имеет врачебное образование. Но массажисты занимаются двигательной системой, например, не врач, специалист, закончивший физкультурный институт, занимается тренингом. Он такую группу мышц будет тренировать, и что же означает у него? У нас должно быть единое информационное поле. То есть у нас задача общая и единая. Поэтому я вам скажу на повязку. Понятно, что необходимо, может быть, чтобы в аудитории было больше средних медработников. А здесь, получается, что будут принимать решения врачи. Это тоже, наверное, как-то их желание сократить. Хорошо. Кто здесь не имеет высшего медицинского образования? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Хорошо. Но у нас изменился немножко этот. Было больше людей. Вопрос еще второй. Кто будет определять развитие обоих обществ? Если врачи здесь собрались, то, значит, врачи. Понимаете, как? Ну, вот у нас есть лица, реально, пять человек нынешней аудитории, которые не являются врачами. Но владеют этими технологиями. А, ну, если с такой точки зрения, то, конечно. В каком статусе они могут у нас, ну, в обществе быть, да? Ну, они принимают участие, там, сертификаты. Но, реально, их профессиональная деятельность должна быть даже как-то видна. Вот для этого в мире так и практикуется. Ведь эти, то, что мы сейчас вот здесь делаем, да, ведь в Европе, в Америке это не врач делает. И эти вещи, да, то есть это... Потому что любая домохозяйка приходит и ее обучают, там, как отрегулировать двигательную систему. Ну, для своих целей. Наша задача сделать так, чтобы... И там даются объяснения этим феноменам не те, которые мы можем дать на основании физиологии, а какие угодно, ну, какие вот в данном месте удобны. Хорошо. Хорошо, давай сказать, я переформулирую вопрос. Поставить, скажем так, пройти работу для организации влечения средних медработников, да, в именно формировании такого общества, даже не с этих, а не имеющих высшего медицинского образования. Да, это да. Не имеющих высшего, это значит, он может иметь высшего медицинского образования, он может иметь физкультовное образование. Да. Я согласен, что... Да. Потому что если... В этой здесь они сопряжены. Если человек имеет диплом пленарного в училище и идет работа сюда, тогда специалистов двигательной системы, можно так назвать? Почему? Конечно. Разработать не стал, не работал. Нет, мы сейчас... Мы только говорили о этих вопросах. Может быть, пока остановимся именно на врачебную общество? Да. Мы это уже проголосовали. Да. Этот вопрос уже закрыт. Но просто эту тему надо внести, когда стабилировка и что про... Разработать в этом направлении, да, программы. Хорошо. Врачи завтра, чтобы для людей, которые занимаются двигательной системой вне медицинской сферы, тоже их включать в образовательные программы, чтобы выполнить общество, которое соответствует нашим же общим диалогам. Давайте так. За? Да. Давайте проголосуем. Кто за? Да. 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 Прошу. Спасибо. Спасибо за внимание. Я благодарю всех. Мне очень легко работалось в этот раз, потому что люди пришли заработать, сами работают. Спасибо вам, что вы создали такую атмосферу, в которой очень легко общается и рассказывается о тех знаниях, которые я приобрел. И могу теперь тоже мне с нами поделиться. Обратная связь. Пожалуйста, мой телефон 2911277. Он был для всех. Информация о конференции, которая была полгода назад, есть на моем канале, который я создал в YouTube. Это в поисковике Google вводите Юрий Клива и выпадет этот канал. Там тоже Юлия Клива. Там выложена эта информация. Она звучит DR Юлия Клива. Также информация по этой видео этой конференции тоже появится там же. Так что можно будет это видео освежить в памяти. Особенно, конечно, многое важное и практическая часть, которая сегодня была. Но и те академические доклады и интересные доклады, которые были вчера, их тоже можно будет увидеть. При том, чтобы это категория образования, в YouTube есть такая рамка такой для поиска тоже. Чтобы можно было тот, кто не присутствовал, тоже смотреть. Спасибо. Конфиденция закрыта. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok